Административная юстиция является самой молодой ветвью юстиции и как раз на ее целью является защита граждан и юридических лиц от нарушений со стороны власти. С этой задачей, считай, в целом мы справляемся. Вот, например, посмотрите, в 2012-2013 годах Одесский апелляционный административный суд в численности 34 судьи рассматривал в год значительно больше 100 дел. 100 тысяч дел. 100 тысяч дел на один суд в год. В основном это были дела социальной направленности. То есть они касались наименее защищенных слоев населения нашей страны. И подавляющие большинство этих дел были решены в пользу людей. В настоящее время при некотором увеличении количества дел тенденция сохраняется. Большинство решений выносятся в пользу граждан. Знаете, один уважаемый человек как-то сказал, что если власть ругает административную юстицию, это значит, что админсуды работают хорошо. Потому что они не должны нравиться власти. Они должны удовлетворять забросы людей по контролю за властью, защищать граждан на антиправомерных действиях государства. Поскольку нас сейчас очень сильно ругает власть, думаю, что какую-то часть своей задачи мы выполняем. Несмотря на все нынешние трудности, несмотря на минирование, несмотря на блокирование судов. Мы, руководители судов разных видов юрисдикции, собрались вместе, чтобы показать, что мы не являемся закрытой системой, открытой для диалога и готовы отвечать на любые вопросы, которые интересует общество. Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы опровергнуть голословные домыслы о том, что все негразы в стране связаны только с судебной системой. Позволю обратить себе внимание, что из всех институтов власти судебная власть является самой открытой и самой доступной. Так, любой гражданин, даже тот, кто не имеет отношения к судебному заседанию, может присутствовать на суде. Все участники процесса и другие лица вправе проводить в судебном заседании фотосъемку, видео и радиозапись с использованием портативных средств без получения отдельного разрешения. Любой из участников судебного процесса имеет право заявить отвод в суде, если имеет заслуживающее внимание основания сомневаться в его эффективности и беспристрастности. Все без исключения судебные решения могут обжаловаться в высшестоящий суд. Все без исключения решения размещаются в едином государственном реестре и доступны каждому системе интернета. Сегодня впервые все председатели судов Одесского региона объединились с единственной целью – донести обществу и первым лицам нашего государства, а также руководителям правоохранительной системы, о том, что осуществление независимого и непредвзятого правосудия в нынешних условиях становится практически невозможным. Помещения судов не охраняются, общественный порядок в судах не обеспечивается. Рассмотрение дел происходит под неприкрытым психологическим, а зачастую и физическим давлением на судей с целью получения желаемого результата по конкретным делам. К сожалению, в нашем обществе сейчас укоренилось мнение о том, что подобное отношение к судебной системе является нормой. Согласно данных мониторинга Совета Судей Украины, за прошедший период 2016 года в Совет Судей Украины поступило более 59 заявлений о вмешательстве в судебную деятельность всех судов на Украине. Судам по различным оценкам доверяют мизерное количество населения. Откуда взяты эти цифры? Они взяты путем опросов людей, которые никогда не были в судах. Есть ряд иностранных институций, которые проводили опросы в судах Украины. Цифры абсолютно другие. Кредит доверия в судебной системе равен от 65 до 70% в разных областях. Из этих 70 или 65% могут быть действительно, как говорили мои предшественники, выступающие 50% это могут быть те люди, которые выиграли в судебных процессах. Но давайте будем объективными. Там есть и та часть, которая их проиграла. Это говорит только об одном, что люди доверяют судам. А информация, медиа подается, не всегда объективна и искажается. Мы все видим, что происходит в судебной системе. Каким образом происходят судебные процессы и кто вмешивается в их проведение. Я хочу сказать, что на сегодняшний день и общественность, и журналисты были все привлечены комиссиям для разработки проектов об очищении судебной системы. Есть на сегодняшний день, вы все знаете, с лица сентября внесены изменения. Весне вступила законная сила Конституция, закон о судостройстве. И существует прописанный порядок, еще так сказать, очищенной судовой вады. Я не думаю, что на сегодняшний день еще необходимо общественности принимать в этом активную участие. Есть законный путь очищения судебной вады. И мы больше, наверное, сегодня общаемся с журналистами и общественностью города Одессы, Одесской области. И то, как не общественность, за сегодняшний день граждане нашего региона должны переживать по сильной и независимой судебной системе. Наверное, вся мировая практика говорит, что судебная система, не судьи в целом, а судебная система должна быть самосильной. Нужно просто выдержать паузу и держаться законному пути реализации тех нормативных актов, которые сами прописали, сами приняли. Казалось бы, хозяйственные суды, которые рассматривают, в отличие от других юрисдикций, только экономические споры, не должны были бы попасть под пресс-давление так называемых общественников. К сожалению, мы сегодня не имеем ситуацию, когда на хозяйственные суды тоже оказывается давление. Каким образом оказывается, вы все прекрасно знаете, что происходит в последнее время возле парадного входа хозяйственного суда Одесской области и апелляционного суда, когда так называемые общественники жгут шины, требуют вынести то или иное решение в их пользу. Дело не в том, что судьи боятся этих угроз или собираются вынести в пользу кого-то такое решение. Дело в том, что такие неправомерные действия этих лиц нарушают не только порядок рассмотрения дел, они приводят к угрозам жизни и здоровью всех лиц, пришедших в суд для того, чтобы получить решение в защиту своих нарушенных прав и законных интересов. В свете этих событий я вам сейчас ставлю вас в известность. В Приморском суде два раза в месяц на сайтах суда будет выставлено время. Будет так называемые дни открытого суда, где все журналисты, граждане могут прийти и в течение часа-двух время будет указано на нашем сайте и пообщаться как с председателем суда, главой аппарата, так и с судьями, которые пожелают с вами встретиться. Наверное, потому нам надо учиться демократии. И именно, понимаете, вот в этом контексте я хотел бы, чтобы суды не оставались мальчиками для битья, так как мы выполняем свои обязанности. Мы не виноваты, что прокурор не может доказать в суде. Мы не можем выступать, нарушать европейские требования, что вина должна быть доказана, а не какой-то, какими-то, мы понимаем, может быть даже по-человески, что человек виновен. Но если эти доказательства не добыты в соответствии требованиям Конституции, в ПК, они не могут приниматься. Киевский суд города Одессы за два года последнее посетило более двух десятков международных экспертов. Обмен опытом, общение с судьями, общение с аппаратом суда. Но самое главное, что нас интересует, мы часто задаем один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, возможно ли в Америке, это если приезжает эксперт из адвоката, либо судья, либо прокурор из Соединенных Штатов Америки, либо в Европе, чтобы судью обливали зеленкой. Возможно ли, чтобы судью бросали в мусорный бак? Возможно ли, чтобы судью оскорбляли, чтобы его унижали? Однозначный ответ – нет. Только должна проходить и проходит работа, если судья сделал какое-либо нарушение только в законодательных рамках. У нас эти рамки определены, как сказали мои коллеги, это Высшая Комиссия, Высшая Рада Юстиции. Если совершил преступление, есть у нас и уголовная статья в отношении нерадивого судьи. Таким образом, если мы хотим идти в Европу, мы должны понимать, наша задача – работать и держать себя только в правовом поле, чтобы мы были образцом и было желание у Европы быстрее принять нас и открыть перед нами свои двери, и принять свою европейскую семью. Политики всегда нас держали в ежовых рукавицах. Никогда не было нормального финансирования судов, что заставляло председателей судов обращаться с различными просьбами в различные станции, с кадровыми вопросами. Также были и остаются системные проблемы. Судьям давали понять, кому они должны служить и кто им дает власть. Каждая приходящая к власти политическая сила считает необходимым по своему разумению реформировать судебную власть. Таким образом, мы находимся десятки лет в таком постоянном реформировании. Одним словом, я хочу сказать, что в Украине никогда не было независимого суда. В последние годы умышленно представители исполнительной и законодательной власти навязывают украинскому обществу парадигму о тотальной коррумпированности судей всех уровней. Эти тезисы служат основой для вывода о полном недоверии населения к судебной системе, поэтому делается вывод о необходимости очередной раз реформировать судебную систему путем полной перезагрузки. Но представляется, что не только эту цель преследуют современные политики, реформаторы. Думается, что таким образом исполнительные законодательные ветви власти пытаются сместить акцент народного негодования, вызванного просчетами в законодательной и экономической и социальной деятельности. Легче назвать судей виновными во всех бедах и отдать их на съедение недовольным. Тем более, такая политика, с одной стороны, результативна, а с другой стороны, безнаказанна. Действительно, за последнее время, те, кто бывал в судах, сами убедились, что суды за последний год стали более открытые, более проинформированные, информационно открытые даже. Каждый суд имеет сайт, и на сайте суда вы можете узнать о дате рассмотрения дела, о суде, который рассматривает ваше дело, убедиться в электронном и автоматическом распределении дела. То есть всю информацию можно узнать на сайтах судов. Если вы обратитесь в суд, есть информационные в городских судах киоски. При этом, при всем, я могу довести до общественности, что суды Одесского региона в год рассматривают сотни тысяч дел и материалов. Это большая нагрузка. И в свете этой работы сегодня в общих судах общей юрисдикции у нас из предусмотренного штатного количества 280 судей совершает правосудие около 180, то есть до 40% судей не могут совершать правосудие, не по вине судебной системы. Продолжение следует...